Чудо. Это все живые на данный момент. Все, кто имеется в распоряжении тренерского корпуса. Круглов расхворался и уехал домой. Нирошенко, заявленный на чемпионат, был вынужден уехать еще до его начала. И ресурсы, конечно, очень серьезно истощены. Эмил Эгглес-Свенсон бежит первый этап. Неизвестно, каковы его перспективы. До какой степени он восстановился, потому что Нойнер, например, сегодня вылетела на дистанцию, а потом выяснилось, что все-таки гонка в целом у нее не очень складывается. Фавориты, конечно, под первыми номерами тут как тут. И австрийцы, и норвежцы, и немцы, и шведы, и французы могут претендовать на пьедестал почета по результатам сезона. Украинцы поднимались в этом году на пьедестал, и по идее сборная достаточно хорошо сбалансирована. Но не было фортуны у них. Не туда она глядела на протяжении всего чемпионата мира. Ну, может быть, под занавес так же, как и девушкам, побежится получше. Итальянцы. Седьмой стартовый номер. Весьма тоже любопытные перспективы, но их подводит надежность, подводит стрельба. Белорусы под номером восемь поднимались на самые большие высоты на чемпионатах мира, как и стафета, но там был совсем-совсем другой состав. Впрочем, валиулины из этого состава есть и в данный момент. Чехи. Девятый номер. Тоже очень сильные. Могут преподнести сюрприз. Телеканал Евроспорт. Режиссер Ксения Курдюмова и комментатор Сергей Курдюков приглашают вас перед тем, как будет спущен занавес чемпионата мира, посмотреть потрясающую эстафетную гонку. 26 сильнейших команд мира. Правда, не все по ранжиру находятся достаточно высоко. Российская сборная вынуждена стартовать из третьего ряда. Но тут главное оберечь инвентарь и надеемся, что Устюгов справится с ролью забойщика. Черезов обычно у нас бежит первый этап, но здесь расставили по-новому, естественно, поскольку состав экспериментальный. Вынуждены так расставлять из-за создавшейся ситуации. И желаем одного. Терпение, выносливость и сверхмобилизации. Последняя гонка, а дальше отдыхать. Через не могу. Можно, оказывается. И еще раз мы видели это на примере женской сборной, выступившей в целом ровно, прекрасно и завоевавшей золото. Ну а Михаил Ройш, разумеется, с первых шагов бросается вперед. Сборная Германии, мужская, по крайней мере, явно не добрала наград. Уже есть медаль у немцев в командном виде, помимо женской, разумеется, эстафеты. Это медаль в смешанной эстафете, хотя они там могли взять и золото. И Удрих был недоволен в целом Михаилем Грайцем, потому что он плохо распорядился той позицией, которую получил. Вообще Грайц удивляет со знаком минус, но у каждого бывает такой неудачный чемпионат, даже у самого-самого именитого. Рёш, Штепан, Пайфер и Грайц. Такова расстановка немцев. У австрийцев Мезотич начал эстафету и начал ее бойко. Вы видите, сел сразу же за молодым немцем. Симон Эдер бежит на втором этапе, Доминик Ландертингер на третьем, Кристоф Зуман на четвертом. Оптимальный состав, не приводите, убавить. Норвежцы. Свенсон начинает и пока идет, по крайней мере, в шестерке, как вы видите. А далее бежит Ларс Бергер. Несмотря на то, что его побаиваются всякий раз ставить в эстафету, зная, какие у него бывают гигантские провалы в стрельбе, но сейчас такая функциональная готовность, отличная у Ларса, что его они, Уса, поставили на второй этап. Хануэлл на третьем этапе, на четвертом собственные персоны. Уль Айнар, Бьерн Даллен. В Швеции. Магнус Йонсон на первом этапе, номера четвертые у них. Нильсон на втором. Именинник, получивший, по его собственным утверждениям, такие поздравления, которые вряд ли могли быть. Но вообще, честно говоря, это больше не тиражей. Все это, наверное, все-таки байку. Бьерн Ферри на третьем этапе, на четвертом Карл Йоханн Бергман. Очень сильный раскат, очень сильный разгон и очень опасная, поэтому была связка. Учуков вынужден был тормозить, чтобы не въехать в соперников. И устоял, и соперников сберег также. Обратите внимание, что женщины все-таки корректнее проходили тот кусок, потому что скорость, набранная перед гребнем этого подъема, была гораздо меньше, конечно, чем у мужчин. Сейчас еще и подмораживает потихоньку все-таки. Ну, по крайней мере, температура опускается ближе к нулю, а то было плюс шесть даже в середине дня. Реш пытается рвать дистанцию еще до первого огневого рубежа. Учуков, судя по всему, по скорости готов идти с лидерами, но поскольку стартовый номер был дальний, вот оно как раз и преимущество фаворитов. И здесь, вы видите, приходится скольких обходить. Приходится тратить гигантские силы на то, чтобы просто вырваться из кучи малы. Этим же в данный момент занят Александр Белоненко. Новиков со стартовым номером, в принципе, повелокуда больше, чем россиянам. Понятное дело, из первого лета стартовал Сергей, сейчас идет в десятке. По-прежнему неплохо разогнались и казахстанцы, у которых был отнюдь не первый комплект стартовых номеров. А 23-й Александр Червяков сейчас подтягивается вместе с Устюговым. Иван Янсавицкий, Диас Кенешев и Сергей Наумик. Вот состав сборной Казахстана, номера 23-й. У эстонцев 18-й комплект номеров. Мартен Кадли, наименее известный в их составе, идет за бойщиком на первом этапе, а потом надеются, что опытные все-таки компенсируют. Ну, в принципе, девчонки эстонки очень даже недурно выступили накануне. Удивили многих экспертов. Эндрик Тобрелю сбежит на втором этапе, Каури Койп на третьем и на четвертом Ролан Мессинг. Самый опытный. Сборная Латвии получила 15-е номера, Эдгар Спиксенс сейчас у них. Далее ветераны номер один многолетний Илорс Брисес. Затем Гентис Розенберг. И Кристот Хлибезис будет закрывать эстафету. Ну, расстановка достаточно рискованная, достаточно экспериментальная. Посмотрим, что из этого выйдет. У Чехов Шлезингер сильнейший. Шлезингер самый титулованный. Медаленосный Михаил Шлезингер бежит на первом отрезке. Бежит очень неплохо с первых же метров. Сданек Витек на втором этапе. Роман Досталь на третьем. И Ярослав Сокуп на четвертом. Состав без Сокупа добивался очень больших, высоких мест. Выходил в тройку и даже выиграл кубковые этапы. Но это все было когда-то. А сейчас данная конкретная гонка. Ветерок-то улегся по сравнению с тем, что было во время масс-старта у женщин. На самом деле рано зарядили нашу установку, потому что у Сюгов еще не подходил. Но тут, кстати говоря, частенько бывает, ошибается электроника. Айда Свенсен! Ну, Шлезингер, понятно, Новиков тоже молодец. За запасным патроном полез. Украинец и Белоенко поражает мишень с одного запасного патрона. Но где же мы-то в самом деле? Почему-то наша установка только сейчас появилась. И слава богу, не так много проиграли. Но не хватило просто, видимо, места в этой графике. Значит, стало быть, на телеэкран не надо будет смотреть. Лучше будет смотреть на компьютер в следующий раз. У Сюгов 16-й, но 18 секунд это немного. Нормально отработал здесь. После толкотни на старте, после очереди на подъем. В пределах 20 секунд быть все нормально. Один неудачный выстрел. И это в основном то, из чего складывается оставание. Потому что пришел практически уже вровень. Но секунд 10 потерял на перезарядке. Уже неожиданности. Свенсен вышел лидером. Эмил Эгглес Свенсен, для которого индивидуально этот чемпионат не сложился, прямо скажем. Австрийцы идут на пятках. Очень плотная группа, в которую хорошо бы переложиться у Сюгову. Но вы видите, что просвет перед ним достаточно солидный. Но мощность идет. В движениях она наблюдается вполне. И есть свободное пространство перед ним. Сейчас можно попытаться обойти ту группу. Первую же группу замыкают шведы. Которые были на выходе с стадиона в 10 секундах от норвежцев. Норвегия, Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Беларусь, Италия, Украина и Швеция. Вот так выходили. Но вы видите, что сейчас Новиков допустил небольшой просвет. И также потерял непосредственный контакт с этой группой и Белоненко. Потому что Свенсон сажает во весь свой недавно еще лидерский в Кубке мира опор. И пока все считают за благо только за ним усидеть. Павел Хурайт. Самый титулованный, добиравшийся до подиума чемпионата мира. Словацкий спортсмен. Вдохновленный успехом своей частичной соотечественницы Кузьминой. Устюгов отыграл секунду, кстати говоря, у самого Свенсона. А французы пока только одиннадцатые. Вон Санджей. На первом отрезке дистанции. Спуск. Спуск, на котором тоже можно многое выиграть. Особенно, если начинаешь работать с самой макушки этого спуска. Здесь разъезжается иной раз на 10-15 метров. Далеко не у всех одинаковый уровень владения лыжами на таких критических участках. Причем немного удивляет и то, что австрийцы, которые, по крайней мере, те, кто из горных краев, проходят горные лыжи в школе. Но, опять же, что значит пернолыжная подготовка? Это ведь все весьма условно. На горных лыжах отсюда спускаться – это другое дело. На беговых, имеющих лишь миллиметровое заужение к середине. Один-два миллиметра заужения всего-навсего. И называть их приталинными можно только весьма условно. Скорее, это притальность для удобства отталкивания, но никак не для удобства вхождения в поворот. Но, в принципе, лыжи в последнее время весьма модны, короткие. Чтобы маневрировать и в таких суперконтактных видах, конечно, нужно подбирать инвентарь, который обеспечивает маневренность, который обеспечивает возможность проскочить. Завис немножко швед, и сейчас они оспаривают право вернуться в основную группу. Магнус Йонсен с Сергеем Новиковым. Идут практически вровень. Белоненко по темпу, конечно, не очень впечатляюще выглядит, к сожалению. Его накатывает Усюгов постепенно. Все те же 16 секунд, которые он уступал Эмилу Эггле Свенсену. Да, мы понимаем, конечно, что скорость Свенсена на этом чемпионате не такая, как была последние два года. И какие-то загадочные физиологические проблемы мучают его на протяжении всей дистанции, когда спросили Бьерн Даллина, как его протеже. Протеже, потому что на самом деле с легкой руки Бьерн Даллина. И при его личном спонсировании вы слышали, наверное, это интервью, которое давали и Бьерн Даллин, и Эмилу Эггле Свенсен, вспоминая недавнее прошлое. Ну, конечно, у Бьерн Даллина особое отношение к Свенсену, и особенно он волнуется за него всегда. Здесь он сказал, когда его спросили, ну как, восстановился Эмилу Эггле? Он говорит, нет, но надо бежать, потому что больше некому. Потому что его уровень все-таки высок. И даже ослабленный он, тем не менее, силен и нужен команде. В особенности хотелось бы, чтобы отдышался до эстафеты. И что-то похожее мы наблюдаем. Близок он к оптимальной готовности именно в этот момент. Сохраняет лидерство. В принципе, никто его по-особому не оспаривает. Реш готов бежать быстрее, но откладывает эту контратаку до ближайшей горы. После второй и последний на первом этапе стрельбы. Стрельбы из положения стоя. Урайт тоже по-прежнему в этой группе. Но словацкая сборная отнюдь неоднородна. Братья Матяску. Второй и третий этап, но абсолютно разный уровень. Все-таки Марек более опытный. Мирослав еще ему надо побегать на таком уровне. Ну и Дусан Симочко на четвертом этапе. Обладатель самых скромных достижений, если уж так честно. Сверхопытный Мизотич сознательно сбрасывал немножко. Он все сделал правильно, но лучшая стрельба получилась у Шлезенгера. Так же, как и на первой установке. А у Стюгов платят сейчас за отчаянную погоню из-за спин. И мы зарабатываем круг штрафа. Так же, как и норвежцы. Шведы тоже застряли. И у них тоже штрафной круг. Вот так вот редеет список фаворитов. Словенцы уже убежали. Из солнца и латыши только сейчас пришли. Скороходность оставляет желать лучшего. Иваненко и Новиков сохраняют позиции в шестерке. И фактически ничего не теряют. По дистанции 150 метров лишних у Стюгова. Он преодолеет их, не сомнение, достаточно быстро. И капитулировать пока рано. Хорошо, что это, по крайней мере, после первого этапа так будет. Рёш одержался. И он вышел промежуточным лидером. Был хладнокровен во время использования запасного патрона. И подарил надежду сборной Уриха. Разобрались на второй стрельбе. И разрыв продолжает увеличиваться. Шлезингер вцепился. Лучший чемпионат мира у Шлезингера был два года назад. Он вообще предпочитает перепадистые, но еще и горные. С разреженным воздухом трассы. Михал много применяет горную подготовку. Ну и в данном случае, наверное, она была своевременной. Хотя контакт не потерять с бешенобегущим Рэшем чрезвычайно затруднительно. Мизотич, при том, что быстр и очень мощен изначально, теряет одну секунду. Хурай просто прекрасно бежит. Но это локальная радость, которая, мне кажется, ненадолго. Рад был бы ошибиться. Новиков и Белоненко. Их темп, посильный для них темп. Резервов нет для того, чтобы добавить. Вон Санджей подобрался вплотную. Червиков в десятке. Если будет команда Казахстана, это будет солидное достижение. Свенсен компенсировал свою неудачную стрельбу достаточно быстро. И посмотрите, как мелет здесь. Чистую скорость этапа возьмем. Я думаю, что у Свенсена она будет, может быть, даже наилучшей. Если не брать, разумеется, штрафные круги, потерянное на 150 метрах время. И потерянное время на огневом рубеже. Но он, правда, стрелял достаточно быстро в основном. С исключением одного выстрела, который перецеливал. Но все равно это его не спасло. Все равно он промахнулся. Напоминаю вам, друзья, что и этот чемпионат мира, и грядущие этапы Кубка мира, включая Ханты-Мансийский. Все это вы можете наблюдать не только с помощью телеэкрана, не только с помощью телеканала Евроспорт, но и с помощью сайта нашего канала 3W Евроспорт.ру. Все крупнейшие события, в том числе и лыжные гонки на чемпионате мира, тоже у нас присутствуют. Так что, если у вас компьютер не с очень быстрым соединением, то все равно вы будете знать все перипетии борьбы. Вот рожь раскрылся именно сейчас. Именно сейчас 25-летнего немца прорвало на этом чемпионате. Предыдущие гонки приносили разные эмоции, но, в общем-то, не особенно позитивные. Потому что все время он был где-то рядом, но не по месту. Да и вся сборная Германии, в принципе, здесь, конечно, не довыигрывала, не доработала. Мужская сборная Германия, женская, конечно, довольна. Урайт, естественно, теряет темп. Но каков Свенсен, вы смотрите, что творит. В одной этой горе он отработал так, что 5 секунд отыграл. Устюгова в этой группе не наблюдаем. На выходе с огневого рубежа сборная России была аж 18-я и проигрывала минуту и 7 секунд. Полный комплект запасных патронов плюс штрафной круг. Но если Свенсен отыграл почти 15 секунд на этом куске, Устюгову это не удается. Наоборот, он поймал еще 3-4 секунды отставания и сейчас идет вровень примерно с латышами и канадцами. Передача мгновенная, но состав сборной экспериментальный. Кристоф Штефан и Арн Пайфер бегут второй и третий этапы. Естественно, мир восстановлен. Да и не было особого конфликта после той нелепой травмы в начале января месяца, о которой мы много вам рассказывали. Сборная Австрии вторая и продолжает сохранять все возможности, в том числе и даже на золото. Чехи удивляют и состав сильный, но одно слабое звено у них есть, поэтому сомнения существуют также. Словакия пока, мне кажется, все-таки не на своем месте. Норвежцы выгребли на пятое место и стремительный Бергер унесся на дистанцию. Но хватит ли Бергеру запасных патронов? Пока полных ответов мы не можем дать ни на что. Сборная Казахстана замыкает шестерку сильнейших. Украинцы и белорусы этот кусок прошли по темпу не очень здорово. И продолжаются, продолжаются передачи, немножко суматошные. И вот именно в этой ситуации Новиков застрял, потому что группа была такая, что не пройти. Где-то через 10-15 секунд должен появиться и Устюгов. Но задерживается, задерживается. Ну а как молодые? Справятся ли с таким эмоциональным ударом? Я думаю, что ответственность может их придавить. Хотя, в принципе, то, что здесь не так много немецких болельщиков, это им только на руку. 23-летний Кристоф Штепан. Замял свою первую взрослую серебряную медаль в индивидуальной гонке. Был безумно счастлив, естественно, Эдар. Тоже молодой гонщик, кстати говоря. Ну, в принципе, значительно омолодилась сборная Австрии. Особенно после известных событий, после того самого скандала, о котором сейчас редко кто вспоминает, для того, чтобы не создавать никаких параллелей. Бергер, 27 секунд. Бергер продолжает отыгрывать. У сборной Украины на этом отрезке Вячеслав Деркач. Деркач пробовал себя и в качестве стартера, но он сейчас второй, прикрытый этап. Попутчик у него именитый. Медалист Олимпийских игр, в том числе и золотой медалист, Вансан де Фран. И братья Фуркат на третьем и на четвертом этапе. Тоже, в принципе, никаких вариантов выбора. Это все, кто имелся в наличии. Сборная Финляндии никак не входила в список фаворитов. Паво Пуренен, тем не менее, продержался нормально. Дедушка финской сборной, вернувшийся в большой спорт после некоторого перерыва. Александр Симон пока не в состоянии отыграть. Примерно 3-4 секунды он теряет наоборот. Янец Марич. Ну, смотрите, Славянцев, какие быстрые гонщики. Но, правда, надо сказать, что доктор и Рупник все-таки два слабых звена. Они очень надеются на как можно более быстрый приход Якуба Факу, которого на данный момент сборной как таковой нет. Который тренируется со славянцами и который натурализуется в качестве славянца после Олимпиады 2010 года. Где, уже заговорили, он может иметь и пьедестальные шансы. Чистит, чистит немножко Штепан. Но, в принципе, функциональное состояние очень хорошее у этого спортсмена, занимающего сейчас 16 место. А в общем зачете Кубка Мира. Но вообще вот эти личные достижения, это так только для статистики. Потому что у Пафера, например, практически их и нет. Но он только-только дебютировал за основную сборную. Продолжает ломить во все свое здоровье великий лыжник, двукратный чемпион мира по гонкам без винтовки Ларс Бергер. Все более и более позитивное отношение к нему наших болельщиков. Потому что это человек, который правильно воспринимает очень многие вещи в жизни. И знает, что такое в жизни настоящая трагедия и что такое настоящее счастье. И отнюдь не замыкается на том, что происходит на спортивной дистанции. Он объективен, он спокоен, он улыбчив, шутлив, самокритичен. Не возносится к небесам, даже когда добивается потрясающих достижений. В общем, адекватный человек. Все, что входит в это понятие. Но не стрелок. И никогда уже это не случится. Что поделаешь. У Штепана 80 и 77 процентов удачных выстрелов. Ничего выдающегося нет. Слабое место Пайфера. Стрельба из положения лежа. 76 удачных процентов выстрелов. Ну а что касается стойки, то там Пайфер и дышит хорошо. И вообще это достаточно частая ситуация. Очень многие биатлонисты, на самом деле, особенно в начале своей карьеры, испытывают большие проблемы в лёжке. Хотя там вроде положение винтовки более стабильное, но там же пережимаются лёгкие, пережимается диафрагма. И, в принципе, нужно очень правильно располагаться. Всё это нарабатывается и не всегда имеется сразу. Впереди этого отрезка сборная России на 14 месте приподнялась, но разрыв по-прежнему очень большой. Минута и 22. Ну, собственно, какой он и был на передаче. Бергер пронёсся этот кусок гораздо быстрее, чем все остальные. Но Витек, именитый эстафетчик Витек, у которого, кстати говоря, есть и личная медаль в коллекции, уходит на дистанцию промежуточным лидерам. Следом Австрия, следом Германия. Немножко чрезмерно, может быть, старается Бергер. Не так, как он обычно работает на себя. Но пока он работает идеально. И все мишени без единого запасного патрона. Трепещите, фавориты. Сейчас начинают работать казахстанцы, белорусы и украинцы. Есть шанс остаться, по крайней мере, в пределах минуты от лучших. И сверхопытный Ван Сан показывает, что он высококлассный эстафетчик еще времен великого Рафаэля Пуаре. Собственно, времена-то были совсем недавно. Отлично идет Деркач. Может, сам Деркача надо было всегда ставить на этот отрезок. В его время Симон, видимо, набегался на этом куске. И только вот сейчас, как вы видите, пришел Иван Черезов. Остались ли какие-либо силы после вчерашней гонки, которая потребовала сверхмобилизации? Полновесная бронза. Отыграет, отыграет. Секунд 10-12. Вчера по скорости-то у него все было нормально. Причем до самого конца. Его любимый, в кавычках, последний круг как раз и был пройден очень хорошо. И там он атаковал. В лучших своих гонках. Так у него... Так он и делает. Десятка по-прежнему менее чем в минуте. Нет, отнюдь не закончена пока эта гонка. И много в ней будет еще сюрпризов. Самого разного свойства. И так маленькая сенсация, но именно что маленькая. Сдэна Квитек выходит лидером после первой своей стрельбы. Второй этап идет. 3,8 секунды после рубежа проигрывали ему австрийцы. Но увидите, разрыв растет. Симон Эдер, в принципе, выглядел несвежим уже и вчера. Неравновенно пошел он мастарт. И сейчас усталость чувствуется тоже. Немцы, а именно дебютант сборной на таком высоком уровне. Кристоф Штепан идут третьими. Бергер рядом фактически. Бергер по скорости готов их обходить. Станет ли предпринимать эту атаку? 13 секунд проигрывал на выходе с огневого рубежа. Проигрывает 6 сейчас. Бергер лучший лыжник все-таки. Мы будем на этом настаивать. И в лучшей своей форме он быстрее даже, чем сам Ули Айнар Бьерн Даллен. Это некий абсолют в плане лыжного хода. В плане лыжной техники. И его совсем не возбраняется. Копировать в плане техническом наоборот. Это отличная школа. Это отличный пример идеального конькового хода. Нужно, конечно, делать некие поправки на его рост. Австриец показывает, чтобы внутрь не нырял немец. В противном случае оба будут лежать за обочиной. Предупредительный жест такой, как обычно бывает, когда с горнолыжного подъемника люди сходят и не в том направлении, как все собираются ехать. Или когда развилки трасс. Горный человек с горной жестикуляцией, соответственно. Но все все поняли. А это главное. Безопасность соблюдена. Витек просто изумительно бежит. Но и надо сказать, что он, конечно, в своей карьере все-таки в полной мере не раскрылся. Потому что у него были болезни. У него были травмы. Но этот всесторонне развитый спортсмен, что типично для чехов, кстати говоря, для лыжников-гонщиков и для биатлонистов. Вплоть до того, что он даже по горным рекам носится на каяках и весьма техничен в этом плане. Опытнейший ветеран сборной Чехии из Емницы. Сейчас задействует всю свою всестороннюю подготовку. Но физика не может спасти его от неудачных выстрелов, которые тянут его назад в нынешнем сезоне. 66% удачных выстрелов всего-то навсего из положения стоя. Но, в принципе, аналогичная ситуация у Ларса Бергера. Но здесь эстафета, здесь иная мобилизация. И здесь всегда все-таки надежда на наличие запасных патронов. И те, кто мандражит, те, кто допускает ошибки не из-за того, что они перерабатываются или теряют ритм, а именно по психологическим причинам, те имеют некие шансы. Словакия по-прежнему в шестерке. Марек Матяско. Более известный, гораздо более известный, чем его брат. Посмотрите, сколько братских дуэтов у французов. Тоже сейчас на старт выйдет аналогичный. Тефран Тихоходин в этот раз. На этом чемпионате вообще в целом. Еркач здорово идет этап. Симеан самый мощный в швейцарской сборной. У швейцарцев тоже неплохой состав. И были случаи, когда швейцарцы оспаривали вполне серьезно. Места в шестерке лучших. Но это чемпионат мира. И здесь требования еще более высокие. В прошлом году чешская эстафета заняла седьмое место фактически тем же сильнейшим составом. И в последние года четыре они не в состоянии добраться до тех результатов, которые были в начале двухтысячных годов с участием того же Сденека Витека. Виткова, по-моему, не родственница. Хотя это нормальная ситуация. Фамилии звучат не одинаково. Как вы знаете, у мужчин и у женщин в Чехии. И по логике вещей она кем-то должна ему приходиться. Но, увы, ах. Вот они, те проблемы, о которых было упомянуто. Ого-го! И вот сделай что-нибудь с таким, как Симон Эдер. Фавориты опять перехватывают лидерство и уходят в отрыв. Бергер прыгнул выше головы. Мы будем на этом настаивать. И если просвет сейчас будет секунд 12, Бергер сожрет. Но вы видите, что он залихорадился. И всего-то навсего одна мишень была не закрыта. Но он предпочитает лучше отстрелять быстро и уйти на штрафной круг. Нежели стоять здесь и терять время. И он был прав абсолютно. И подводит жестоким образом винтовка молодого немца. Не вылетает гильза. Чуть не об колено приходится стучать. И только тогда стрелянная гильза выпадает. И опять перезарядка ручная, естественно. Есть еще запасной патрон, но тут ушел уже целый мир. И разрыв очень большой. Невезуха тотальная. Но хватило, по крайней мере, комплекта запасных патронов. Черезову не хватает скорости. Стрельба почти его. Один вот неудачный выстрел, но это уже на исходе. При желании зацепиться за группу. Не получается. Вот только сейчас он закончил стрельбу. Десятка уже убежала. Штепан 59 секунд отставания получает. Сыро, в принципе. Отвратительная погода. Оружие может сбоить здесь запросто. Одиннадцатая позиция. Отыграл 7 мест Иван Черезов. Но разрыв по-прежнему солидный. Сборная Латвии, если войдет в десятку, опять же, это будет выполнением программы «Максимум». Напомним, 26 стартовавших команд. И сейчас они очень здорово растянулись. Пока не на свой результат идет сборная Эстонии. Только 21-я. И смотрите, что творит Ларсбергер. 35 уже секунд. От Витека сейчас будет убегать и приближаться к Эдеру. И он был трижды прав, что заглядывал на штрафной круг. Он, по крайней мере, оставил сборную в тройке. Ну, а дальше, дальше будет поспокойнее. Дальше великолепные стрелки. Особенно тот, кто убежал на третьем этапе. Великий Ханвелл, который в возрасте почти 40 лет, пополнил свою коллекцию наград индивидуальных здесь. Фирмо. Итальянцы тоже в минуте. И, по крайней мере, пока не хуже даже немцев. Дефран на данный момент отнюдь не номер один в сборной. И два брата Фуркат выступают гораздо более ровно. Так что они могут вполне прибавить французы. Дефран сейчас идет от обороны для того, чтобы передаться как можно выше. Ну, а братья, особенно учитывая великолепную стрельбу Мартина, они могут сделать все, что угодно. И потом, опять-таки, вспомните. Недавние старты на той же самой смешанной эстафете. Но этот не сдастся, конечно. Несмотря на то, что Симон Эдер по скорости сейчас последний в этой сборной Австрии. Но я думаю, что он удержит секунд, наверное, 20 перед Бергером. Вряд ли больше. Эдер второй по молодости. 25 лет ему. Ну, а тут возрастных групп, какие были бы, может быть, заизолированы внутри себя и не общались бы с другими, нет. Они чувствуют себя ровесниками и ветераны такие, как Сумон. Который едва не закончил свою карьеру, но вовремя одумался. Они чувствуют себя вполне на 20 лет. И по скорости тоже почти так выглядят. Силен, силен, Штефан. Смотрите, сколько отыграл Кристоф Штефан. Такое ощущение, что он приближается быстрее Бергером и практически в том же темпе. Вот она ответственность. Вот оно желание остаться в сборной и поехать на Олимпиаду, тоже имея все шансы стартовать в эстафете. В тот момент, когда лихорадит более опытных, причем и в прямом смысле слова лихорадит. Мы говорили вам о том, что Бирнбахера отправили с заболеванием домой. Вольф тоже не сумел восстановиться вовремя. Сборная Австрии уходит на третий кусок дистанции. Лидерами и свежеиспеченный чемпион Мастарта Доминик Ландер Тингер, который посмел атаковать Бьерн Далена и компанию. Долго не мог на это решиться. Но потом зажмурил глаза и понесся в гору и, как выяснилось, не зря. Понесся к золоту. Вот он сейчас будет пытаться второй день подряд выдать суперрезультат, хотя это сложно. Но какой командник все-таки Витек, обратите внимание, он удержался за самим Ларсом Бергером. В принципе, норвежские тренеры, вы видите, довольны. Довольны, увлечены вообще тем, что они наблюдают. Почти два десятка секунд отыграл Неместа. Хорошее завершение, молодец Деркач. Вы видите, что тоже отыграл относительно австрийцев. Но мы говорили о том, что Эдер все-таки не самолет. Итальянцы пока замыкают шестерку сильнейших. Но их стрельба может подвести в любой момент. Хуркат. И вот Черезов. Минута двенадцати девятая позиция. И улетает на дистанцию Максим Максимов. Анкорман. Как говорят в английской терминологии, будет Максим Чудов. Как всегда, как положено. Максимов недюжинный боец. Умеющий собираться. Волевой. Хорошо стреляющий. И достойно бегущий. На уровне примерно второго результата в сборной. И есть надежда на то, что он все-таки достаточную силу сохранил. Почему-то кажется, что он все-таки шел наверх по кривой форме, по кривой функциональной готовности. И чуть более минуты. Только что мы готовы были складывать лапки. Теперь, пожалуй, передумаем. Пока еще попадаемся. Все ярче и ярче сияют прожектора. Все более и более неровно проходит в спуске Ландер, Тингер. И так может с любым случиться. Гонка коварная. И это гонка, в которой нельзя награждать со второго этапа. Даже если преимущество куда более ощутимое. Оно здесь практически номинальное, если учесть, какие сильные лысера. Становал низко, стоит на лыжах. Аккуратненько подрабатывает, но уходит очень на внешний радиус. Раскорячился, как говорят иногда в спорте, в лыжных видах спорта. Но не упал-то, по крайней мере. У тренеров хватает чувства юмора. И опять же, вот хорошо, несмотря на то, что мы понимаем, конечно, кто-то может сказать, что шведский специалист с норвежцами ему на самом деле не очень тревожно. В конце концов, он легионер. Но дело не в этом. Подход иной. Когда видишь, что человек на грани инфаркта стоит у зрительной трубы, то за него самого переживаешь ужасно. А здесь все-таки, все-таки есть понимание того, что это спор. Не менее того, но и не более. Это красивый спектакль с интересными сюжетными поворотами. Не надо готовиться стреляться из-за каждой неудачи. Восемнадцать стало быть. Отыграли! Роман Досталь с говорящей фамилией. Отыграл пять секунд, хотя пока еще отнюдь не достал. Арн Пайфер. Первая гонка на чемпионатах мира у вчерашнего юниора получилась вполне результативной. Для кого-то, может быть, бронза была неудачей, но не для него. Для него это первая медаль в коллекции. И это здорово, он настроен позитивно. Италия замыкает шестерку сильнейших. Максимов хорошо пошел. Максимов сейчас отыграл чуть и не десять секунд. Аккуратнее бы только Максим. Видите, закусил губу, видит своих соперников рядом. Тянется за ними. Семь секунд отставания отыграно Максимом Максимовым. Очень жестко начал. Ну и пока одним движением идет Ландер Тингер. Не очень хитрит. Там еще передачи, там другие круги. Вот тоже, опять же, есть тут узкое место, есть горлышко. И надо очень внимательно смотреть, чтобы не натолкнуться. По динамике стрельбы в этом году у Максима Максимова 80% в лёжке и 76% в стойке. Это, конечно, чуть не чудовские результаты, и тем более не Черезовские. Но наличие запасных патронов, мне кажется, должно помочь. Потом не забудем, что Хохфильсонская эстафета, в которую он бежал, не аннулирована. Так что он в этом году соавтор одной из побед. И это тоже должно прибавить уверенности. Уверенности прибавляет в первую очередь то, что он чувствует себя в основном составе, в основной сборной. Он не чувствует, что он просто дебютант, который стучится, а ему могут и не открыть. Практически штиль. И исключительно на юность списываем мы эту единственную ошибку Ландер Тингера. Пристрелка была при других условиях. Это тоже очень важно, конечно. Но он быстро справляется. Танвелл выходит на дистанцию вторым. Сборная Украины продолжает бороться за призовые места после отличного этапа Деркача. Немцы тоже возвращаются. И вот в этот момент приходит Максимов. Пока еще не лег. Но тут понятно, просвет-то был какой. Пайфер третий. Показывает зрелое мастерство и отличное самообладание. Вовремя все-таки включили его в сборную. Ну и аплодируем мы, вне всякого сомнения, Андрею Дерезимле. Сильнейшему в целом по дистанции этого чемпионата. Хорошо, хорошо отстрелялся Максимов. Сейчас быстренько перезаряжается, мгновенно буквально. Очень хорошая техника. Но некая поспешность. Понесло его слегка. Вот нормально, нормально. И пошли со славянцами, с белорусами. Хорошая компания с латышами. Но возглавляя эту группу все-таки, потому что здесь нужно брать на себя инициативу. Хотя, конечно, Валиулин тоже быстрый. Вот она. Это четверка. Это группа преследователей, которая будет пытаться вернуться все-таки где-то в район шестерки сильнейших. И есть, есть такая возможность. Разрыв остался прежним. На рубеже не удалось отыграть ничего. Но ногами получается держаться и даже приближаться. Любителям статистики любопытно будет узнать, наверное, что у сквадра «Дзуры» такой же результат, как и у России по стрельбе. То есть тоже штрафной круг имеется и семь в целом неудачных выстрелов. Но выиграют они полминуты. Итальянцы сегодня несутся как ненормальные. У чехов один забег на штрафной круг. Ну и норвежцы. Несмотря на некоторые шероховатости в стрельбе, в основном эти все шероховатости насобирал их самый лучший, в кавычках, стрелок Ларс Бергер. Но Халл Ханевалл стрелял так, как положено ему по штату. Положено чемпион Олимпийских игр еще 1998 года. До Олимпиады он добегает, нет всякого сомнения. Но до 2014-го не будет тянуть. Это, говорит, пусть занимается этим Бьерн Даллен. Я уже так берегу явно не заглядываю. Да, есть еще резервы у Ландер Тингера. Ну, может быть, то, что он настолько крупный и высокий, вот это его мешает в поворотах. То же самое Пайфер гораздо компактнее. Вот этот бугорок особенно опасен, потому что там вроде бы кривая-то записана нормальная. Но потом, когда вылетает на внешний радиус, это получается с небольшим трамплином. Он не взлетает в воздух, соперник, спортсмен, но при этом разгружаются лыжи. И они теряют контакт, плотный контакт со снегом. Дереземля не мудрствует лукаво. Он старается просто держать лыжи пошире. И это вполне успешная формула для также очень рослого и мощного лыжника. Вчера единственный по-настоящему неудачный старт был на чемпионате мира у Андрея Дереземли. А так он приближался к подиуму. Ну, если бы подобное получилось в эстафете, то это бы искупило все неудачи, которые были до этого. Все-таки потому что по планам не удалось пройти. В согласии с планом предыдущей гонки ни мужской, ни женской сборной. Но что такое эстафета на чемпионате мира? Как она много весит, вы все прекрасно знаете. Доминик Ландер, Тингер, берегли его, надо сказать, придерживали его. И вот сейчас, когда он со старшими уже начал работать, вовсю все равно. Все это делается с оглядкой, хотя объемы очень значительно выросли. Вроде бы переваривает их. На данный момент, по крайней мере. Пафер шагнул с Кубка Европы на такой высокий уровень. Они борются сейчас за медали самого высокого достоинства. С Ханвалом идет на равных, и это предсказывалось, по идее. Досталь допустил неточности на предыдущем огневом рубеже. Из-за этого подпустил деревьев землю. И полминуты, это что такое для данной-то гонки? Итальянцы с французами. И вон она группа Максимова, которая не распалась. Достали Словака. Фуркад, обратите внимание, как медитация такая. С остановившимся взглядом. У Мартина еще нет обильного опыта выступления за основную команду на таком уровне. То есть этот опыт появляется только в последнее время. Вместо... Вот тут интересные, опять же, разговоры появляются. Вместо одного великого Пуаре два Фуркада растущих. Ну, один уже вырос, второй подрастает. И равноценна ли замена? Для эстафеты, вне всякого сомнения, может быть, даже это и лучше. Потому что закрывают два этапа. И шансы французской сборной от этого только увеличиваются. Девушки, безусловно, их воодушевили. И вот сейчас они пытаются, по крайней мере, показать то же, что и они. Пока еще они не по месту. Но нужно отыграть секунд 20. Полтора этапа в запасе еще есть. Мартин пока зарабатывал из медалей только те, которые даются в чемпионате мира среди юниоров. Это первый взрослый чемпионат. Ну, а у Симона уже есть солидные достижения. Та же ситуация, что и в лёжке у Ландер Тингера. И уже забрасывал винтовку, но пока еще рано. Нервы, нервы. А ханувал человек с нервами, сделанными из очень крепкого металла, еще и нержавеющего с годами. Уходит на дистанцию лидером. Ландер Тингер, впрочем, тоже справляется и здорово отрабатывает Пайфер. Дебютант сборной, у которого стаж выступлений за основную команду чуть больше месяца. Остается в тройке, но браво, бравить его, говорим мы Андрею Дереземле. И теперь все в руках Романа Прима. Мы понимаем, насколько сложно будет ему бороться с грандами большого мирового биатлона. Дереземляет четвертый, разрыв уменьшился. Что творят итальянцы, а? Я надеюсь, что хватит запасных патронов Максимову, но время уходит. СТА-1 остался незатраченным, но секунд 15 он на дополнительных выстрелах все-таки потерял. И разрыв опять возвращается к исходному. По месту, конечно, значительно лучше, чем после первого этапа. Но по времени мало чем отличается. Хотя понятно, что гонка в развитии, и уже к этому моменту чуть больше минуты разрыва. Это вполне нормальная ситуация на поступах к шестерке сильнейших. Четыре секунды в пользу норвежца. Ландер Тингер может завязаться на третьем круге запросто. Он два дня подряд бежит гонку на пределе возможностей. 20 лет ведь всего-навсего. Кто перед нами в непосредственной близости? В 13 секундах Словакии, в 23 итальянцы. Ну нельзя сказать, что это непосредственная близость на самом деле, если уж честно. У итальянцев в последний этап бежит Маркус Виндич. По классу, конечно, не ровня. Максиму Чудову, разумеется, никак. Но, с другой стороны, в январе очень значительно прибавил Виндич. И Вастафетич хорошо держится. Пять секунд. Какие-то десятые отыграны Ханнвелом. Но важен сам факт. Все-таки улетает Ландер Тингер. Улетает и он будет передаваться первым, если не упадет. Не упал. Норвежец, который со свистом прошел сейчас австрийец в гору. Здесь заработал уже нормально. И нельзя так кричать на такого молодого человека, потому что Арнс сейчас чуть через носки лыж не полетел. Длишком передняя была стойка. Но, опять же, хватался за снег. Не из боязни ободрать бока на этой обочине бесснежной, а из боязни утратить это третье место. Но, опять же, никто ничего еще не может сказать. Потому что Грайс, а Грайс в последнее время совершенно непредсказуем. Как выяснилось, ход Михаэля это было коллегиальное решение. Это не был жест отчаяния. И, в принципе, предусматривалось, что если гонка у него не пройдет, то он пройдет два огневых рубежа и после этого закончит выступление. Это и произошло для того, чтобы поберечь его для последнего этапа эстафеты. Уйдрих настаивал на том, что все-таки его опыт, его устойчивость эмоциональная именно в командных видах это более ценное качество, чем даже лучшая форма кого-нибудь из конкурентов за место в составе в стартовом. Канвелл держится под натиском юного немца. Все представители Восточной Германии. Мы много рассказывали вам про Анна Пафера. Хорошо включился Дереземляк. Но Ландер Тингер все-таки быстрее всех. И ощутимо быстрее. Всех троих преследователей. Фуркат-младший. Внятное преимущество у сборной Украины. Но такое, с другой стороны, что не более одного неудачного выстрела можно будет допускать на следующем этапе. А если брать скорости, то, конечно, Прима проигрывает Симону Фуркату. Но, по крайней мере, достойно выступить. Остаться в пятерке сильнейших, если уж там с подиумом не получится. Это все равно будет успех под занавес чемпионата. Ладно, здесь отработал гораздо лучше, чем на предыдущих кругах. Пришел в себя. Ну и Зуман собственной персоной. Очень яркая личность, весьма харизматичная. Бешено популярная во всем мире биатлона. Потому что очень много таких человеческих проявлений. Живой человек. Раскованный. Своеобразно всегда празднует свои успехи. Говорливые достаточно. У Лейнар Бьерн Даллин более собранный в кучку. И сколько мы не видели подобного. Грайс против Бьерн Даллина. Шаг в шаг фактически. Понятно, кто в этой паре фаворит. Переземля. Отличный эстафетный этап. И мощно уходит на дистанцию Роман Прима. До медали всего 10 секунд. Но какие люди впереди. Как с ними бороться? Симон Фуркат. Да, Мартина покричали тут большой толпой. И дальше ждем слишком долго, к сожалению. На отметке 6,3. И сборная России проиграла минуту 20. Секунд 10 поймал на этом куске Максим Максимов. Итальянцы продолжают сражаться за место в шестерке сильнейших. Минута 12 была на верхушке подъема. Ну и практически то же самое и осталось. Здесь на спуске раскатился и Максимов тоже, вы видите. И тезка Чудов готов броситься головой в омут этой борьбы. От Словаков, от Словаков, конечно, он убежит. Стрельба у него наличествует. Он один из двух лучших стрелков. Ну а скорость, класс. Все это достаточно для того, чтобы войти в шестерку. Это понятно. Но если хоть намек на реальный шанс на подиум, нет. Я думаю, что все-таки давайте не будем чешить себя неосуществимыми надеждами. Тихонько где-нибудь там в глубине сознания давайте все-таки оставим эту надежду. В запасе. Как запасной патрон. 33-летний Кристоф Зуман довольно рано надумал заканчивать свою карьеру. Особенно, когда эти бури были над австрийской командой, известные всем. Но он не просто не закончил. Он прошел самый тяжелый подготовительный период. Так же, как и Уль Айнар Бьерн Даллен. Качество их подготовки в этом году выросло несказанно. И это выливается в отличные результаты. И вот наставники сборных. Ульрих, наверное, самый переживающий сейчас. Мягко пошел Прима. Вполне технично, хотя и с потерей. Некой потерей темпа. Потому что на выходе из поворота все было не слишком жестко. Прима занимает сейчас 39 место в зачете Кубка мира. Очки набирал, в принципе. Пропустил старт в Рупольдинге. А так стартовал на каждом этапе Кубка мира. Что касается эстафетных гонок, то всего в одной он стартовал. Это было в Фокфильдсе. Не команда выступила неплохо. Вошла в пятерку сильнейших. Кристоф Зуман, конечно, совсем на ином уровне. Сейчас он входит в шестерку лучших на Кубке мира. Но здесь ужасное начало. Не финишировал даже спринтерскую гонку. Затем в индивидуальный вернулся, естественно, поскольку пропускал гонку преследования. И в какой-то степени удалось перезагрузиться, потому что скорость, по крайней мере, появилась. Вчера очень сложные были эмоции. Но в итоге он все-таки сказал много правильных слов насчет того, что он рад, что именно молодая смена выигрывает. И, в принципе, ему серебряная медаль на вес золотой в данный момент. И Чудов упал, неужели? Да, все не так. Отчаянно выворачивается итальянец, который он только что прошел. И заваливает Словака все в порядке. В смысле ноги, руки целы. Но увидите, что здесь творится на выходе из поворотов. Но что теперь будет с винтовкой, совершенно не ясно. Весьма возможно прицеливание будет проблемным. Засыпать снегом прицел можно. Можно избить его просто-напросто. Ну ладно, давайте мыслить реальными категориями. Мы пожелаем Максу выступить на максимум своих возможностей. Выступить достойно. Потому что медали считать, видимо, перестаем сейчас. И обращаем свои взоры на другую борьбу. На борьбу суперинтересную. Три команды фаворита исполняют свои обещания и подтверждают мнение экспертов. Все три они как раз на первых трех позициях. Причем именно в таком порядке их и называли. Австрия, Норвегия и Германия. Сборная Украина на четвертой позиции. И это даже лучше, чем особенно можно было предполагать по промежуточным итогам чемпионата. Особенно в мужской группе. Не подкопаешься. Кристоф Зуман наращивает свое преимущество. И у Бьерн Даллина сверхбыстрого хода в качестве аргумента нет. Но вот пришел уже и Прима. Крайс уходит. Ну, увидеть Бьерн Даллина в штрафшовом круге во время чемпионата мира, во время эстафеты, это нонсенс. Это было нереально. Он сохранил себя в тройке. Но на четвертое место поднимается сверхнадежный, с великолепной статистикой сезона стрелок Симон Фуркат. И кто бы очень удивлялся. Время должно хватить, конечно, запасных патронов. Да, остался даже один лишний. Контакт с французом потерян. Но думается, что не навсегда. Да, и все-таки класс с Фуркада как стрелка. И базовая подготовка его посолиднее, конечно. И теперь главная задача украинцев держать пятое место. На таком уровне, при таком соперничестве. Когда все лучшие силы у лучших сборных мира. Это совсем не зазорно. Катастрофа какая-то у шведов, не правда ли? Мы их перестали видеть после первого этапа вообще. Сжигающая гонка. Но австрийцы, вы знаете, вот этот успех. Можно считать успех Ландер Тингера снегом на голову. Хотя у него был уже успех тремя неделями ранее, фактически, на этапе Кубка мира. Но для сборной в целом это все-таки неудивительно. Чего-то подобного мы и ожидали. Чудов отстрелялся нормально в шестерке. Максим сейчас убежал от своих товарищей. По несчастью немного на 4 секунды от итальянца. На 10 секунд от Словака. Был массовый завал. Три человека лежало. Упал Чудов. Шарахнулись те, кого он только что прошел. Он очень хотел отыграться. Скорость, запас великолепный. Ну а на том повороте все сбоят. Ландер Тингер, правда, чуть не улетел в ограду. Насколько техничный, насколько цепкий. Кристоф Зуман. Отличный спринтер. А в спринте надо толкаться. Надо драться не в этом спринте. В лыжном спринте, в котором у меня Деграда принимал участие. И тот едва удерживался на дистанцию. Но он учел свою ошибку. Учел изменение качества скольжения лыжи. И сейчас подработал аккуратнее. Заранее записал этот вираж. И по-прежнему, вы видите, Грайс выигрывает. У Бьерн Даллен. Оно рискует почти по краю сугроба проскакивая. Бьерн Даллен развесовка. Вот продольная развесовка. Лучше гораздо у Великого. Не ныряет. Очень многие немцы едва не падали носом. А Бьерн Даллен здесь все очень аккуратно сделал. Центр тяжести именно там, где нужно. Лыжи как лезвие на этой жесткой трассе. Подъем, да, там рыхло. Но здесь очень жестко. Кристоф Зуман, тем не менее, не может себе позволить более одного неудачного выстрела. Его позиция не то, чтобы была совсем неуязвима. И он пытается себя больше обезопасить. Ход пока есть. Темп великолепный. Хотя, вы знаете, вот все-таки на этом участке подъема техника. Техника похуже, чем у Бьерн Даллена, например. Сейчас или никогда. Грайс прекрасно понимает, что если он подарит команде золото, он будет героем чемпионата. И все забудется. Все эти нелепости, которые преследовали его на протяжении всех этих недель, уйдут в архив. И кто помянет, тому глаз вон. Бьерн Даллен, 5 секунд. Грайсу по-прежнему и нет, нет резерва для того, чтобы совершить свой кинжальный рывок. Он вынужден все-таки себя распределять. Симон Фуркат. На предыдущем куске 47 секунд отставания от австрийца. Чуть больше на этом. Рима достойно. Минуту проигрывал после выхода с огневого рубежа. Сейчас, ну поймал, 2-3 секунды максимум. И где-то уже из-за поворота должен выскакивать сейчас Чудов. Учитывая, что это все-таки рельеф. Атака вставания от украинца было 36 секунд. Но вы представьте, сколько было потеряно нападание и поднимание. Винтовка, судя по всему, работает нормальная. Из ритма он по большому счету не выбился. Но то время, чистое, потерянное на том инциденте, его никак не компенсируешь. Ну, хоть в шестерку. Зуман. Главная эстафета его жизни завершается. Во взрослом-взрослом возрасте. Обратите внимание, день-то какой сегодня. Сегодня весьма вероятно в двоеборье может выиграть Тодд Лодвиг, которому за 30. И для двоеборья это более серьезно, чем для биатлона. И здесь в биатлоне 33-летний, самый возрастной на данный момент австриец, может в итоге праздновать свою первую такую весомую победу. Крайс рядом. Ему-то выигрывать такое уже приходилось. И эта близость неуютно. Он не имел права промахиваться. Если игра сейчас будет точен, все может переписаться. И все-таки он не выдержал. И все-таки он однажды промазал так же, как и Бьерн Даллен. Уходит на дистанцию австриец и пытается убежать, но не убежал фактически Бьерн Даллен. Две-три секунды. И кто сейчас лучше? Устал и Бьерн Даллен, но гораздо более высококлассный. Или находящийся все-таки по-прежнему на волне пика своей формы австриец Зуман. Бронза достается команде Германии. Бронза как минимум выше. Нет, выше-то вряд ли, я думаю. Яростная борьба, яростный бег. Как стартовал бешено Грайс. Вчера, казалось, уже выбросил белый флаг. Сегодня еще поборется. Что у француза-то там? Все закрыто. Закрыто и причем первым темпом без запасных патронов. Прима сейчас стреляет. Наблюдаем за ним. Через компьютерный экран. Две. Три-четыре мишени закрыто. И пятая поражена в тот момент, как раз когда изготовился к стрельбе Максим Чудов. Пятое место им практически гарантировано, нашим соседям. Чудов собрался. Но одна все-таки пуля ушла мимо. Вперед запасной. Долго-долго целится и закрывает мишень. Остался в шестерке. Итальянец сбоит. Швейцарцы подошли, но тоже мимо денег, как говорится. В общем, шестое место остается у сборной России. Ну, нечто подобное виделось перед стартом, если так уж совсем честно. То есть надежда умирает последней, конечно, но объективность давала именно какой-то подобный результат. Смотрите! Четыре секунды растаяли без следа. И Бьерндалин атакует ту самую гору, в которую атаковали австрийцы вчера оба его. И все меняется зеркально. Бьерндалин убегает от Зумана почти как от стоящего. И Зуман почти в нокдауне. Вы видите, он меняет главную опорную палку, но это приносит лишь относительный результат. Грайз завязался. Ну, не совсем, конечно, ни наглухо. Не для того, чтобы... Не до такой степени, чтобы потерять третью позицию. Но понятно, что выше третьего места он не поднимется. Две медали увозят с этого чемпионата. Несмотря на то, что чемпионат в целом... Как кошмарный сон для него. В личных гонках-то, по крайней мере. Для Бьерндалина совсем наоборот. У него личные гонки идеальные. Он мог стать вообще абсолютным чемпионом. Но в Маст-Арте не поднялся даже на пьедестал почета. Особенно ценный считает король биатлона свою медаль в индивидуальной гонке. Это никогда не было вполне его видом. На чемпионатах мира в особенности. И нашел, нашел для себя дополнительный стимул для пополнения коллекции. И он статистически превзошел Ингемара Стэнмарка. Хотя, опять же, говорим, что все-таки, если брать чисто, то надо тогда брать какие-то два вида. Наиболее технических, что ли, биатлонных. И вот по ним считать победы Бьерндалина. Их, конечно, в этом случае будет гораздо меньше. Потому что Ингемар Стэнмарк был уверен своему слалому. Он был специалист узкого профиля. И в этом отношении он, конечно, не подражаем. Таких, видимо, никогда не будет. Да, опять же, и не ссорится Бьерндалин. Он говорит, что он еще в детстве внимательно следил за выступлениями легендарного шведа. Видел его замечательные спуски в 80-е годы. И он не считает, что это сравнимо, сопоставимо на самом деле. Борная Швеции идет 11-й. Составание почти 3 минуты. И вы видите, что она круговая даже в итоге. Пожалуй, самое яркое крушение в списке фаворитов. Словакия и Чехия тоже отступили к границе десятки сильнейших. И о чем и говорилось все-таки. Хотя от Чехов я ждал большего, честно говоря. Но от Словаков вот примерно это. И, в принципе, надо сказать, что они нормально отработали. Эстонцы сейчас идут 15-ми по этому кругу. И пока ждем всех остальных. У сборной Белоруссии эта гонка не получилась. Объективно. Отличный поворот. И еще добавка. Есть, есть в себе поднос. Цедит сквозь зубы Уля Айнар Бьерндален. Флаг готов, но опасная ситуация. И Бьерндален проносится мимо. Оглядывается на болельщиков. Поздравляющим, подбадривающим взглядом. Победа. Той сборной, на которую ставил я. Я говорил перед стартом, что норвежцы, норвежцы будут здесь доминировать. Но я не думал, что это будет так трудно. Лишь в самом-самом конце они вырвали первое место у австрийцев. Разводят руками Зуман. Что с Бьерндаленом сделаешь, когда он в лучшей готовности? Может быть, в самом конце Бьерндален слегка вчера и поберег себя ради того, чтобы принести победу в эстафете, предвидя такую развязку. Грайс, ну здесь достойно. Его этап был едва ли не лучшим в команде. Если бы еще качество стрельбы было.